вы видите тявкает там студенты он так что гулял и и здесь вот они еще до марихуана не добрались они очень часто ходят и курят травку вот и у меня на участке вон не привет я сегодня был на прогулке в том самом месте где обычно гуляем и купил кучу помидоров вот они здесь вот эти четыре эти четыре помидора стоят 3 доллара это вам америка как а здесь дорого все и купил три вот таких зукини вот эти все три стоят 1 доллар и это не знаю будет по-русски баттернат скотч то есть скотч это тыква тыква и баттернат значит имеет вкус орехово-масловый как масло и орех и вот рядом с моим трошим еще одно и самое главное я их положила в духовку на очень долгое время посыпал их и солью и оливковым маслом и специями и сейчас будет чудес будем это все запихивать в ежелудок я сегодня был на ферме и купил огромное количество кабачков это все дело это стоит 3 доллара мне вот а персики мне вот эти все стали 5 долларов дороговато они свежие свежие сорваны из деревьев вот так что мы сейчас будем кушать персики а это будет на завтра мой ручей утром солнце зайдет а вот с другой стороны здесь темнее потому что солнце зашло за облако и потому что я стою спиной к солнцу течет река не волга мне уже давным-давно не 17 лет я опять сегодня делаем кабачки вот смотрите какая красота в духовке еще осталось где-то полчаса вот видите девять сорок восемь в десять пятнадцать будет готово я опять поехал до фермы ну где гуляю всегда там там есть ферма кстати я вам наверно покажу там такой задрипанный магазин в нем продается дешевый сыр и всякое такое а перед магазинчиком там у них лотки с помидорами я кстати купил вот еще больше помидоров здесь они жутко совершенно вкусно это манги которые я купил до этого вот это самое я купил там дополнительных несколько кабачков то есть этих зукиней и этих двух эти стоят по два доллара каждый а эти три все вместе стоят один доллар вот а это мой китайский чай вот такой вот у нас здесь чудо-юдо рыбакитная в это время где-то через там я не знаю да наверное уже сейчас созревает виноград будет запах по всему района просто вау 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 ну вот это чудо-юдо уже готово сейчас мы будем это вынимать из духовки как раз сам пратам ю дхат дайтят питае расмабхириша часурай рна маскъятей сваду bhakti У нас сегодня утро. Школьный автобус едет, ночью была грозища, а только на 2-3 часа я ее проспал, еле заметил, но вот вы можете видеть, как наш ганг стал полноводным и полной глины. Вот, это не грязь, а это глина с глинистой почвы, с холмов с гор. Он у нас вот оттуда течет, вот, и... Ну, вы уже видели миллион раз, а если нет, то посмотрите другие видео. И там вода чистая, и, конечно, нет, такого количества воды там нет. Пойдем на другую сторону, посмотрим, что там происходит. Вон, видите, машины едут на работу. Вот. Что особенного, на самом деле? Я здесь несколько раз видел, вода была минимум на 2 метра выше. И меня все время спрашивают, а у тебя дом не затапливается? Ну, он затопится только, когда будет перемена полюсов, и мы станем на юге, а не на севере. Потому что мой дом где-то на, ой, я не знаю, на метров 4-5 выше этого правого берега. Вот как вы сейчас смотрите, правый берег, он значительно ниже, чем левый берег. Так, а мой дом находится где-то там, где вот эта речка заворачивает направо. Вот. Так что, если будет наводнение, то оно будет не у меня. Смотрите, у меня вырос Квинс. Квинс – это такой фрукт, который по вкусу иногда бывает очень похож на азиатскую грушу. Я не знаю, как они по-русски называют, но по-английски называют Asian pear. Очень часто Квинс – он горький. Вот мой он горький. Я его несколько раз пытался скушать, но кончилось это не идеально. Вот. Так что, такая вот у нас здесь фруктовая идиллия. Ну вот пришел вечер того же самого дня. Смотрите, речка. Уже не такая деремотечка. Вода становится чище. И хвост у местных акул становится пушистым. Сейчас посмотрим, что будет с другой стороны, если у меня вот эта биби не задавит. А если задавит, то будет очень жалко. Видите? Уже не так бурно, уже не так грязно. Вот. Но темновато. Ну что делать? Я вышел гулять. Тогда, когда я вышел гулять. На самом деле, здесь был совершенно жуткий… Уже здесь был совершенно жуткий ливень, который… Справа не сказать, что никакого ливня не будет. Потом он появился. Сказали, что он будет весь вечер и всю ночь. Вот. А сейчас, смотрите, там облака. Ну, я думаю, что в следующий час дождя не будет. Если будет, то… yours truly, то бишь я, будет очень мокрой курицей. Вот. Ну, не первый раз, не в последнем. Я вам хочу рассказать о страшной трагедии, которая у меня произошла. Видите, здесь красные помидоры и здесь красные помидоры. Так вот, я купил где-то в два раза больше, чем то, что вы видите, за 6 долларов. Раздал соседке, дал родителям. Вот. И это осталось то, что мне придется съесть, пока они не испортятся. То есть, все, что вы здесь видите, это стоит меньше, чем 3 доллара. Ужас. Я буду полностью покорен помидорным демоном. Смотрите, у нас ночью опять было грозище, дождь было много и наш ганг здесь весь раздался. Все глину у нас из-за… с гор вымывает. Что на всякий случай не было бы недостатка глины в нашем озере Эри. А вот пороги. Если с жизнью проститься хочется, вот можно здесь поплавать. И будет буль-буль-буль-буль-буль. Плава не тону. Смотрите, какое она любая. Вода у нас священная. Вот вы выпьете эту воду, точно очистите от всего. Вот полное-полное очищение. Я не знаю, если я вам говорил, но у меня произошла трагедия. У меня был принтер. Вы коробку от него видели в предыдущем видео. Я на него вешал объявление, что все бесплатно, что находится на стороне… на берегу дороги, как это называется… на стороне дороги. Вот. И этому принтеру было 13 лет. И он накрылся медным тазом. Правда, в Америке медным тазом ничего не накрывается. У нас здесь золотые тазы. Мы же здесь все зажрались по полной программе. Вот. И я купил новый принтер, который еще и фотокопию может делать. Но с ним есть рассказ. Я пытался купить на интернете принтер. Я пытался купить в каком-то местном магазине. И вы можете представить, что в обоих больших городах, то есть Эрии, который там, который вот там, и Баффало, который вот там, не было ни одного недорогого принтера. То есть я хотел что-то купить там в пределах 150 долларов. То есть во всех магазинах канцелярских товаров не было… там ничего не было. Значит, я даже заказал один принтер, который якобы был в магазине. И они мне сказали… То есть это единственный принтер, который был на фейс Паффало. То есть это на город, который миллионник, не было ни одного нормального принтера. Что очень-очень странно. Значит, и потом, значит, сегодня еврейский праздник Йом-Кипур. И к чему я так говорю, что в Нью-Йорке есть еврейская компания. Они такие ортодоксальные хасиды евреи. Вот. И у них очень хорошая электроника. Они ее рассылают по всему миру. Вот. У них есть магазин, настоящий магазин, в который можно зайти. А также есть у них онлайн-магазин. Ничем они хороши, что если вам нужен какой-то совет, они, как правило, очень умные. Они знают, что они продают. И можно у них купить качественно все, что угодно. Так у них невозможно было даже в корзину добавить принтер. Хотя у них было что-то интересное. Вот так. Значит, а сегодня я просто пошел в местный Walmart. Вот. Который, кстати, на онлайне, на интернете там ничего не показывает. И там стояло два принтера. Вот этот. И такой же, только вот. Ну, то есть где одинаковые коробки там были. И я купил. Этот принтер стоит 99 долларов. Ну, с налогом это где-то там, я не знаю, 100. 106-107. Вот. Прекрасно все работает. Первые две страницы он напечатал так. Не хорошо. А сейчас он более чем адекватно. Я, на самом деле, печатаю очень-очень мало. Я просто хочу иметь это самое принтер дома. Потому что, ну, он иногда нужен. Вот. Так что, кто бы мог подумать, как говорится. Я очень доволен. Пока. Так что, поздравляйте меня с принтером. Демонстрации не будут. Он печатает так, как все остальные принтеры. Нажал на кнопку, и он печатает. А, самое гениальное здесь, что он wireless. То есть он беспроводной. Он идет через Wi-Fi. Или, как некоторые говорят, Wi-Fi. Вот это, что я купил. MF 242 DW. DW. Кстати, вот этот дом, где живет бывшая мерша нашего городка. Я, конечно, за нее голосовал. Сейчас ее три избрали. Какой-то дурак сейчас стал нашим мээээром. Вот. У нее чудесный греческий дом. Я, по-моему, как это рассказывал, здесь было три таких дома. А осталось два. Этот и вот там же. Ну, вы, наверное, можете видеть вон там, за этой машиной большой, мини-автобусом. Там еще один из греческих домов. Их было всего три. Вот. А это тот самый мост, с которого я это самое часто вам снимаю. И по этому мосту идет гулять здесь. Ему, по-моему, что-то там 98 лет или что-то такое. Вот мы опять на мосту. Это тот самый мост. Сейчас мы посмотрим, чистая здесь вода или не чистая. Чем чище вода, тем чище душа. Чем чище душа, тем лучше жизнь. Вот. Сейчас мы пытаемся не уронить мой телефон в реку. Помните это стихотворение «Ехал грека через реку, видит грека в реке рак?» Сунул грека руку в реку, рак за руку, греку цап. И когда я жил в Греции, я понял, что для того, чтобы высылать руку в реку, где попало, требуется определенный менталитет. А вот с другой стороны что происходит. Солнце в камеру. Бетон. Холодный, холодный. Солнце уже начинает греть, но уже не так страшно. А вам всем солнечного дня, солнечного уикенда, солнечной недели, солнечного месяца, солнечных этих самых месяцев до конца года. Чтобы снег, когда придет, чтобы он лежал спокойно, не стал с лякотью. Чтобы, когда он таял, чтобы он таял быстро. Ну и, конечно, чтобы хвост был по сути. Всего вам.